всем привет сейчас у меня отпуск плюс сегодня выходной поэтому я могу заниматься любыми интересным делом сегодня мы на кровле исполкома я помогаю съемочной группе из японии из токио токио тв снимать фильм про чернобыль про славутич смотрите всем привет телеканал тв токио делает репортаж о будущем японии который будет показан в районе токио 18 сентября и они снимают о фукушиме и чернобыле но как славутич естественно город который родился из-за аварии здесь много людей из прибытии поэтому мы снимаем тоже здесь а славутич для них как как типа аналог того что будет происходить фукушиме грубо говоря ну как то так такой концерт аналога как такого нет то есть они не ищут аналоги они просто смотрят как развивается или что происходит по зону аварийная пост аварийная жизнь да 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 то есть там допустим туризм вот феномен туризма в чернобыльской зоне заинтересовал дальше сейчас поедем на нашу недостроенную гостиницу заберемся на кровлю чтобы снять виды с более высокой точки я проконсультировался у александра купного знаю что он там недавно был и снимал видео он нам рассказал как туда добраться паркур по-японски на мою камеру будет не видно но здесь невооруженным глазом можно рассмотреть нашу новую арку над четвертым энергоблоком мы на кровле нашей недостроенной гостиницы отсюда действительно классные виды открываются хотя подняться сюда очень небезопасная затея никому не рекомендую в общем здесь вовсю идет съемочный процесс наш парк и киевский квартал в кровле гостиницы ну и вообще вот само здание я вот прошелся по нему так бегло посмотрел на самом деле очень крутое здание если его каким-то чудом вдруг реконструировать под что угодно под жилье под офисы перспективы действительно классно этого здания но конечно ресурсы для реализации такого проекта как реконструкция там ввод в эксплуатацию такого уже убитого здания это просто какие-то баснословные деньги городским бюджетом это ну не то что не осилить это просто даже обсуждать не стоит это либо какой-то частный инвестор либо какая-то прям специальная государственная программа надеюсь мы доживем хотя бы до одного из этих вариантов 18 сентября в токио будь там вон на горизонте в сторону чернобыля что-то горит интенсивно ребята испугались не взорвался ли это чернобыль еще раз на самом деле просто не надо давать спички детям и дуракам я думаю это горит лес